Приветствую всех дорогие друзья. На связи как всегда Недомайнер и моя скромная таверна. Последние новости компьютерной индустрии действительно вводят в шок. Множество источников уже умудрились прогнать тесты 3DMark на видеокартах RX 6000. Тем временем Nvidia судя по всему передумала выпускать RTX 3000 с удвоенной памятью, а Ryzen 5000 спокойно берут 5 ГГц в режиме буста. Обо всех актуальных новостях я расскажу вам прямо сейчас. Но перед этим не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И с вашего позволения я начну с психологической отметки в 5 ГГц. Насколько мы знаем, официальная максимальная частота процессора Ryzen 9 5950X составляет 4,9 ГГц в режиме буста. Однако в этом значении не учитывается показатель Precision Boost Overdrive. Эта технология при определённых условиях позволяет выжать из процессора частоты выше официально заявленного максимума. В свежем же тесте Geekbench 5 новый флагман AMD смог показать значение частоты на уровне 5,04 ГГц. В последний раз процессоры красных покоряли частоту 5 ГГц в режиме автоматического разгона в далёком 2013 году во времена FX 9590. Так что можно уверенно сказать, что именно Ryzen 5000 смог вернуть заветные 5 ГГц из коробки. А вот издание видеокарт поделилось свежей информацией относительно видеокарт RTX 3080 на 20 ГГц и RTX 3070 на 16 ГГц. Обе новинки должны были дебютировать ближе к концу этого года, однако зелёные решили отказаться от планов по их выпуску, о чём уже уведомили своих партнёров. Сейчас очень трудно сказать, что именно подтолкнуло Nvidia к такому шагу. Ведь видеокарты RTX 3000 с удвоенной памятью должны были составить конкуренцию старшим решением Radeon RX 6000, оборудованным 16 ГБ видеобуфером. Возможно на это повлияла слитая информация о картах красных, а возможно и проблема с доступностью памяти GDDR6X. Однако не стоит унывать, ведь по планам зелёного чипмейкера RTX 3060 Ti должна появиться как и планировалось в середине ноября. А вот по новой информации зелёные готовят ещё одну видеокарту на кристалле GA102. Уже к выпущенной ранее RTX 3080 и 3090 в будущем примкнёт новый видеоадаптер с кристаллом GA102-150. Он будет сочетать 7424 ядра CUDA и 320 разрядную шину памяти. Графический процессор Nvidia GA102-150 судя по всему послужит основой видеокарты RTX 3070 Ti. Изначально предполагалось, что её релиза вообще не будет, но в Nvidia судя по всему передумали. Ну и как и положено, перед выходом видеокарты всегда сливаются тесты. И RTX 3070 далеко не исключение. На днях видеокарта была испытана Washes of the Singularity в трёх пресетах. По результатам можно уверенно сказать, что производительность действительно на уровне RTX 2080 Ti. Также появились и тесты в известном бенчмарке 3DMark, где RTX 3070 также оказывается на уровне RTX 2080 Ti. Сам же релиз видеокартой случится уже 29 октября и тогда сразу же появится намного больше тестов. Ну а в преддверии анонса видеокарт RX 6000 сеть как всегда переполнена различными утечками, рассказывающими о быстродействии новинок AMD. Большинство из них относятся к разряду слухов и домыслов, тем не менее ресурс видеокарт постарался собрать воедино информацию от более надёжных источников. Результатом проделанных тестов стала таблица с ориентировочными показателями Radeon RX 6800 XT в тестовом пакете 3DMark. Пожалуй, самыми достоверными можно назвать сведения веб-издания Igor's Lab. По их информации видеокарта Radeon RX 6800 XT станет достойным соперником RTX 3080. В синтетических бенчмарках BigNavi уверенно обходит зелёного соперника, уступая ему только в 3DMark Fort Royal, где оценивается производительность адаптера при трассировке лучей. Судя по всему эти значения действительно правдивы, ведь от этого же издания были опубликованы данные биосов этих видеокарт, которые невозможно достать без наличия самой видеокарты. В любом случае всю правду мы узнаем уже в среду на презентации AMD, где нам должны показать три видеокарты RX 6900 XT, RX 6800 XT и RX 6800. Но по случаю выхода новых видеокарт красный чипмейкер уже ищет новые области применения для видеоядер Navi первого поколения. На днях в свежем драйвере Linux обнаружили отсылку к новому 3D ускорителю под названием Navi 10 Blockchain SKU. Иными словами, AMD рассматривает возможность выпуска отдельной видеокарты на основе GPU Navi 10 для добытчиков криптовалют. В теории это довольно правильный ход AMD. Это позволит разделить видеокарты на два сегмента, как это и было раньше. Ну и конечно же сливы про биг Navi не могут быть только на цифрах. На днях некий фотограф умудрился сфотографировать плату одной из карт RX 6000. Печатная плата на снимки послужит основой одной из нереференсных видеокарт RX 6800 XT или RX 6800. К сожалению, автор снимка скрыл участок с графическим процессором. Но можно заметить, что вокруг GPU расположены 8 посадочных мест для микросхем памяти GDDR6, а по бокам распаянная 16 фазная система питания. Сам же дополнительный источник подключается через два восьми контактных разъема. Ну а американская компания, занимающаяся производством заказных компьютерных систем провела интересное тестирование рабочей станции с четырьмя флагманскими видеокартами Gigabyte GeForce RTX 3090 Turbo Edition. Как известно, современная технология NVIDIA NVLink не предусматривает объединения более двух видеокарт, но профессиональные программы вроде Octane или V-Ray способны использовать все ресурсы ПК для своих вычислений. Испытательный стенд был построен на базе процессора Intel Xeon W2255, 128 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 и пары блоков питания EVGA мощностью 1600 Вт каждый. На четырёх графических картах не было мостов и активации NVLink, а они обменивались данными только через интерфейс шины PCI-Express. В результате все тесты показали хорошее масштабирование RTX 3090 с увеличением количества видеокарт. Специалисты замерили общее потребление системы, которая составила 1717 Вт. Затем лимит мощности каждого ускорителя был зафиксирован на отметке 300 Вт, что позволило вписаться в общее потребление около 1600 Вт. Температура же графических процессоров оставалась в пределах 80 градусов, но при этом центробежные вентиляторы работали на оборотах около 80-90%, что естественно привело к сильному шуму. В общем и целом использовать 4 RTX 3090 для рабочих задач действительно хорошая затея, если не стоит вопрос о бюджете. А вот в рамках конференции, посвящённой финансовым итогам, представители Intel рассказали об успехах в сфере дискретной графики. В частности, чипмейкер уже начал отгрузку графических процессоров DG1. Этот GPU послужил основой коммерческого продукта Iris Xe Max в виде адаптера компаньона для мобильных процессоров Tiger Lake. Одним из первых лэптопов с данной связкой является Acer Swift 3X, чей релиз запланирован на следующий месяц. Также в лабораториях Intel полным ходом идёт работа над графическим процессором DG2, основанного на архитектуре Xe HPG. Инженерные образцы этого GPU уже тестируются специалистами компании. Видеокарты на его базе обзаведутся аппаратным ускорением трассировки лучей, памятью GDDR6 и должны составить конкуренцию RTX 3000 и Radeon RX 6000. Другими словами, их релиз ознаменует появление третьего крупного игрока на рынке 3D ускорителей для геймеров. Ну а чтобы компания AMD смогла обойти настольные процессоры Intel по однопоточной производительности потребовалось много лет. Но теперь это свершившийся факт. Недавно Test Passmark обновил страницу с результатом CPU Mark. Там Ryzen 5 5600X стал первым процессором нового семейства из четырёх объявленных и набрал 3495 баллов, в то время как лучший в этом отношении процессор Core Evi 10900K получил лишь 3177 очков. Таким образом новый Ryzen среднего уровня вырвался на 10% вперёд. Ну а компания Deepcool представила корпус CL504F AP для построения игровой станции со строгим, но в то же время элегантным обликом, а также хорошей вентиляцией. В новинке можно использовать материнские платы типа размера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Корпус получил сетчатую фронтальную панель, декорированную в виде решётки. За ней скрывается 320 мм вентилятора с адресуемой подсветкой. Еще один такой же кулер установлен сзади, а управлять работой подсветкой можно с помощью специальной кнопки или через совместимую системную плату. Весит такой корпус чуть больше 8 кг, а цена пока что не сообщается. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч друзья.